Большая перемена – это конкурс, который длился на протяжении многих месяцев. В этом сезоне приняли участие более 2,5 миллиона школьников, и лишь тысяче конкурсантам удалось оказаться в финале. Из претендентов на победу выбрали 600 ребят, которые ярче других проявили себя при решении заданий и защите проектов, посвященных искусству и творчеству, образовательным технологиям, средеобитания, обществу. В числе этих счастливчиков оказалась и наша землячка, ученица школы номер 4 Елизавета Корецкая. Первый этап – представь себя, там тебе нужно написать эссе, видео, визитку сделать, немного познакомить проверяющих экспертов с самим собой. После этого открывается следующий этап – это командная гонка, где нам предлагаются касательно вызовов наших разные кейсы, именно задания какие-то, они касаются уже таких каких-то важных тем в той или определенной области. После этого по рейтингу ты проходишь в полуфинал, на полуфинале ты уже работаешь в команде, также с кейсами, есть индивидуальная компетенция, есть командная оценка, и после этого у тебя уже финал. Конкурсанты не только принимали участие в большой перемене, но также у школьников было и время для отдыха. С учебой у Лизы не возникло никаких проблем. В артеке были организованы занятия, в ходе которых выпускница получила оценки, и по приезде в родной город предоставила табель с отметками в свою школу. Несмотря на то, что активисткой местного отделения РДШ Елизавета стала совсем недавно, это не помешало девушке за небольшой срок добиться значимых успехов. Елизавета пришла к нам совсем недавно в местное отделение в 2020 году, но сразу девочка целевстремленная, заинтересованная, она сразу выразила желание, заняла активные позиции заниматься российским движением школьников, и сразу же стала ведущей районных мероприятий и администратором нашей районной группы РДШ Татарского района. Также Лиза участвовала в сборах российского движения школьников в качестве вожатой, и когда речь зашла у нас о большой перемене, она сразу сказала, я хочу, хочу участвовать. На базе Центра детского творчества Елизавета Корецкая стала главной героиней мероприятия под названием «Классная встреча». Девушка поделилась своим опытом с активистами местного отделения РДШ, а также рассказала о дальнейших планах после окончания школы. Больше всего участников встречи интересовал вопрос, на что же Лиза потратит свой денежный приз. Девушка решила, что распоряжаться такой суммой нужно с умом, поэтому небольшую часть Лиза потратит на свои нужды, а оставшиеся сбережения положит в банк под процент.